Друзья, всем огромнейший привет! С вами Сыркова Оксана и вы на моем канале. Я очень рада вернуться снова на канал в течение где-то 30 дней, а то и больше. Я не выпускала никакого контента, и это было связано с тем, что мы ездили с супругом в отпуск, мы немножечко отдохнули, также нас настиг домашний ремонт, который тоже требует нашего времени и участия в том числе. Плюс за этот период у меня случилась смена локации, случилась смена кабинета на более просторный, ближе к дому, чему я несказанно рада. Весь процесс я также снимала на видео и думаю, что в ближайшее время я поделюсь с вами этой катастрофой под названием переезд. Особенно рабочий, когда столько всего много. Чем хочу сегодня поделиться? Во-первых, для себя я решила попробовать такой формат, формат болталки, соединить его с видео и посмотреть, насколько это будет вам интересно и насколько мне это лично понравится. Тема частично будет связана с нашим отпуском. Мы ездили на несколько дней в город Ейск, это Краснодарский край, второй раз мы там посещали, берег Азовского моря. И в один из дней у меня возникла мыфль, конечно же, прогуляться по ногтевым магазинам этого города. Первый магазин, он находится на одной из центральных улиц, это магазин Профи. На самом деле, я туда зашла, немножечко удивилась, насколько маленький ассортимент и больше мне показалось, что, несмотря на название Профи, этот магазин скорее для проходящих людей, для тех, кто делает маникюр сам себе. Хотя там представлена и профессиональная продукция в том числе. Но, все-таки у меня сложилось такое ощущение, что там было представлено, такие марки, как Аравия, Капус, Гротол, несколько флакончиков Уны, еще что-то. Но все в достаточно небольших количествах, очень-очень так все плотненько стояло, небольшие витринки, немножечко каких-то ламп для сушки гель-лака, немножечко кремов. То есть, все так, достаточно культурно, по чуть-чуть я вам как раз это все показываю. Второй магазин, это был магазин молодежный. На самом деле, тут меня сильно как-то удивила обстановка, потому что, ну, очень пусто. То есть, пока мне не сказал продавец, что вы здесь ничего толком не найдете, мне вообще показалось, что это какая-то распродажа непонятных остатков. Потому что, ну, этими вещами сейчас вообще никто не пользуется. То есть, это какие-то силиконовые формы для акриловой лепки, это какие-то пилки с блестками, которые 100% идут для индивидуального ухода, но не для профессионального. В общем, меня как-то это все насторожило. Но, слава богу, продавец мне подсказал, что вы не туда пришли, вам нужно идти в магазин. Называется он Креатив. Естественно, я туда пошла и не зря пошла. Я была в шоке, на самом деле, я там столкнулась с такими фирмами, которых не знаю, и там их много. Итак, магазин Креатив. На логотипе указано ваш ногтевой рай, материалы для наращивания ногтей, очень красивая живая вывеска. Первое, что бросилось в глаза, это большое количество материалов для дизайна ногтей. Достаточно лаконично, небольшое помещение, все очень аккуратно расставлено и много места. Здесь и стразы, и сухие блестки, то есть это и пыль блестящая, это и большой выбор ракушек, которые, значит, ломают, да, и вкладывают в объемные дизайны. Посмотрите, какой большой выбор фольги. На самом деле, мне кажется, вот такое количество можно найти только на, не знаю, на Алиэкспресс, если заглянуть туда, причем цены очень адекватные. Очень большой выбор блесток, втирки и очень меня порадовало, насколько грамотно это все представлено. Все выкрашено, все нанесено на типсы, каждая коллекция блесток, фольги, вот прям даже стразы, верите, нет, нанесены на типсы. Значит, крупные, да, вот смеси блесток, которые можно добавлять в гель, посыпать на гель-лак, на липкий слой. То есть, вот, посмотрите, насколько красиво нанесено, не заляпано. Да, не все подписано, но понять, что есть, что можно. Стояли флаконы с гель-красками L. Я, на самом деле, впервые столкнулась с этой фирмой, не знаю, как она в работе, и брать ее не стала. Очень много глиттера. Опять же, все красиво расставлено по тонам, да, по тональности. От самого темного к более светлому. Весь глиттер по номерам также расписан, посмотрите, нанесен на палитры. Что мне очень понравилось, что я взяла на заметку, это как раз-таки вот такие дисплеи с типсами. Значит, просто жесткий картон, да, или что-то в виде какой-то пленки. На нем двусторонний прозрачный скотч, и на нем уже красиво выложены типсы. Да, здесь они помяты, скорее всего, уже их много раз доставали. Но если более надежно прикрепить, это все выглядит очень красиво. Если мы говорим вот о таких обычных типсах, то они скреплены обычным скотчем. Тоже, кстати, можно взять на вооружение. Дальше, очень большой выбор фольги. Фольга, конечно, штука, я не знаю, насколько сейчас популярная. Мне кажется, что она уже уходит. Смотрите, все нанесено на типсы. Опять же, все отпечатано, вскрыто. Причем я спросила, как вы умудрились, на что вы клеили. Мне было сказано, что это фольга. Именно дело в фольге, она очень хорошего качества, она тонкая, она отпечатывается без проблем. Но вот, кстати, понять, что это за фирма, я вам не подскажу, не помогу, потому что кроме как штрих-кода, названия, что это для дизайна ногтей и стоимости, больше нет ничего. Очень много слайдеров. Все они, кстати, посмотрите, развешены, сколько они места занимают. Из инструмента. Инструмент не бюджетный, то есть есть достаточно бюджетные фирмы. Это Мецкер, хотя, опять же, там есть дорогие и более дешевые. Здесь в основном представлен Сталик. Я люблю эту фирму. Фирма хорошая, качественная. Пользоваться можно долго, поэтому только плюс, только здорово. Различные подставки под инструмент, материалы для стемпинга. Все очень красиво расставлено, интересно было разглядывать. Хочу спросить у вас, кто из вас пользуется нейтрил-виниловыми перчатками? Я, допустим, ими не пользуюсь. Пользуюсь на данный момент чистым нейтрилом. Даже на латекс у меня пошла аллергия. Латекс тоже не полностью защищает нашу кожу от агрессивных средств, жидкости и так далее. И нейтрил-винил тоже самое. Блин, ну когда целый день пилишь, целый день пользуешься обезжиривателем. Ребят, давайте ценить себя. Нам еще уж эти жить, как говорится. Надо ручки свои беречь золотые. Тут же есть еще, допустим, большой ассортимент многоразовых пилок. В чем? С прекрасными надписями. Пилю там ногти от Нимужа, пилю на Мальдивы, пилю на Рейндж Ровер. Что там еще было? Большой-большой ассортимент. И на самом деле я спросила, насколько часто берут многоразовые пилки. Сказали, что берут так же часто, как и одноразовые. То есть и то, и то покупают. И как будто бы мастер использует многоразовую, как одноразовую. Ну, не знаю. Не знаю. Мне кажется, что сейчас это уже не актуально. Вот если, допустим, мастер берет многоразовую и делает ее под клиента, оставляет. Ну, опять же, как это хранить? Представляете, там, допустим, у мастера 50 человек или 100 человек клиентов. И, опять же, вопрос, пилить и руки, и ноги этой же пилкой для этого клиента. Ну, не знаю, насколько это удобно. Красиво, конечно, там, с надписью, все дела. Тут же, получается, и работаешь. Тут же и о мечте своей какой-то думаешь. Думаешь, прям знаешь, цель поставлена. И ты над этим работаешь. Ну, насколько сейчас многоразовые пилочки актуальны, тем более сменные файлы сейчас намного бюджетнее, получается, да, приобрести где-то в среднем, ну, сейчас без основы, без металлической, да, где-то, я так понимаю, около 10-15 рублей стоит вот сам файл сменный бумажный. А, соответственно, пилка многоразовая стоит 30-35 рублей. Ну, как бы, не знаю, тут если кто-то про выгоду. Далее, меня удивил вот этот эко-комплекс инки для гибких дисков. На самом деле, информации здесь мало, каталог не дали, там тоже информации мало. И пока я в интернете не нашла, что же такое эко-маникюр на гибких дисках, то тут, как говорится, без бутылки не разберешься. Ну, блин, ребят, замудрили. Мне кажется, надо было более подробно оставлять информацию на упаковке. Также очень много биовоска. Я, кстати, очень люблю воски. Инки, конечно, не пробовала, но, тем не менее, различные воски втирать в стопу, да, в кожу стопы, чтобы ее напитать, прям отличная вещь. Спасибо, что придумали натуральные компоненты, и все отлично. Очень интересная тема. Смотрим. База Уна 280 рублей. Я удивилась, потому что тут же сверху стоит база Уна, как и топ, да, допустим, которая стоит уже 990 рублей. Разница, ребят, в три раза, в три. К'мон! Все дело, как мне объяснили, что есть оригинал и есть реплика. Реплика из Китая. Хочешь, бери оригинал? Хочешь, бери реплику. Большой выбор гель-лаков. Опять же, не так много брендов, представленных фирм, но ассортимент именно по цветовой гамме, по коллекциям, он очень большой. И все выкрашено. И не нужно переворачивать там веера вот этих вот типс, на которых нанесен гель-лак. Что меня сильно удивило, на флаконах этих фирм не указано время полимеризации продукции. То есть 30 секунд он сохнет в LED-лампе или 60, неизвестно. Мне кажется, что такую информацию нужно указывать на флаконе, потому что это прям применение, это самая нужная информация для мастера. А вот эта вот вещь меня сильно поразила. Гель Shine Nail Color. Все мы прекрасно знаем, что гель-лаки не могут никаким образом храниться в стеклянной банке. Почему? Потому что при попадании солнечных лучей, даже если это не зависит от вас, гель-лак просто умрет. Это обычный лак, который обычным образом наносится на ногтевую пластину. Ну вот так вот решил производитель написать, что это гель-лак. Мы, конечно, разговаривали с продавцом на эту тему. Он, интересно, очень сказал, что есть гель-лак, который нужно сушить в лампе, есть гель-лак, который не нужно сушить в лампе. Ну не знаю, по мне гель-лак, гель-лак. То есть он подразумевает гель, сушку в лампе. Пожалуйста, если у вас есть свое мнение, оставляйте в комментариях. Все выкрашено. Вот это прям мне по душе настолько пришлось. Мне так было приятно там копаться, все рассматривать. Все полигели, да, по возможности у них нанесены. Базы, некоторые базы даже нанесены с френчем. То есть вы понимаете, нужно же потратить время, да, прям презентуют. Это огромное спасибо, ребята, просто невероятно. Глиттеры, посмотрите, глиттеры нанесены на стекла. Как это красиво смотрится. На черном фоне оно все переливается. Стекло вот это вот гладкое, оно добавляет объем. Как будто этих блесток там невероятное количество. Ну, честно, вот я сорока-ворона, я повелась. Мне сразу захотелось прикупить, да. Причем вот этот гель-лак, который лак я тоже взяла, потому что у меня в последнее время все чаще клиенты начинают выбирать лаковые покрытия на ноги. Ну, опять же, пока летний период зимой, скорее всего, это опять не сойдет на нет. Подводя итог, что хочу сказать, что в магазине представлены достаточно бюджетные фирмы. То, что касается дорогих фирм в этом магазине, фирм крайне мало. Штучные какие-то экземпляры заказываются, но по запросу. Почему популярны бюджетные марки? Потому что сам маникюр в городе достаточно невысокой стоимости. Насколько я поняла, что это от 600 рублей до полутора тысяч. Наверное, есть кто и берет побольше, но это уже там, наверное, какие-то единичные, единичные случаи. Что я приобрела в этом магазине, я покажу вам в другом ролике, чтобы сильно не удлинять это видео, потому что оно и так получилось достаточно болтливым, информативным или не очень, не знаю. Мне было интересно пройтись и посмотреть на те магазины, которые находятся вообще в большом удалении, там за 2000 километров с лишним и так далее от города, где, допустим, я нахожусь, от Санкт-Петербурга. Я была реально удивлена фирмам представленным, потому что с большинством я не знакома. Мне было интересно побеседовать с работником магазина. Спасибо ей большое, что она уделила мне время и была достаточно открыта. Хотя изначально, конечно, не понравился момент, что я пришла с камерой, что я решила что-то поснимать. Но огромное вам спасибо, что вы пошли навстречу, потому что мне было очень с вами хорошо и здорово. Было интересно посмотреть на ассортимент, на цены, конечно же, на фирмы. И, кстати, вот что я еще изначально сказала, я была удивлена тому, что, допустим, вот в этом магазине большое количество гель-лаков. При этом там сколько я смотрела бутылочков, переворачивала, смотрела производителя, смотрела срок годности. Там все очень хорошие сроки годности. Буду закругляться, не знаю, насколько вам зайдет этот контент. Буду ждать ваших откликов, значит, в комментариях обязательно пишите письма, подписывайтесь. Надеюсь, надеюсь на вашу обратную связь. Очень интересно узнать мнение, какими фирменами, возможно, вы работаете. То есть то, что для меня было в новинку, там что у нас было, какие-то эль, айнейл, лачок, там, ну, Луи Филипп более распространен, по крайней мере, она мне попадалась на глаза. Кстати, работали ли вы репликами, есть ли разница, тоже очень интересно. Вопросов масса, давайте обсуждаем, давайте делиться. И что, увидимся в следующем видео. С вами буду готовить выкрасы, да и мастер-классы. В общем, подписывайтесь, жмите на колокольчик. И до встречи в новом видео. С вами была Оксана. Пока-пока.